Боже, я прошу, чтобы Ты дал нам милость и мудрость, Боже, воспринимать и Слово Твоего, и учиться. Мы очень хотим быть мудрыми, Господь. Заточи наши инструменты, чтобы мы больше приносили Тебе плода. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Сережа, можно выключить этот свет надо мной, а то я не вижу ничего. Нет, Сережа, да? Ну кто-то, выключите, пожалуйста. Итак, вы знаете, друзья, сегодня я хотел бы поделиться такими важными моментами, которые, я думаю, что будут очень полезны для нас. Когда я впервые столкнулся с мессианским служением, я понял, что, в общем-то, очень интересное это дело, мессианское служение. Как это произошло? Произошло очень случайно, в общем-то. Просто Бог дал возможность пересечься с верующими, в частности, с Валентином Романовичем. И он пригласил посмотреть, что такое школа наша, что такое еврейское служение. Это было новое, было очень давно, в 90-х годах ещё. И я помню, что я приехал, начал смотреть и так очень, знаете, как бы испытывать это. Ну что это такое? Вот как вот, к чему здесь евреи? Я помню, первый раз я попал на шаббат, и для меня это было таким определённым вызовом, знаете, потому что из 50-нической среды я смотрю, тут достаётся хала, достаётся хлеб, это самое, плод виноградной лозы. И я вот думаю, что мне делать с этим плодом виноградной лозы? Потому что, ну, как бы, надо как-то это в свою теологию поместить, понимаете, да? Моя теология говорила только причастие, вот. Поэтому так как-то подумал, так думаю, пить его, не пить это вино, там того вина, так как, знаете, как бы вот так. Думаю, ах, была не была. И помолился, так закрыл глаза и говорю, Боже, пускай у них это будет шаббатом, у меня это будет причастием. Ну, как бы, на всякий случай, чтобы не смущаться самому и их не смущать, знаете. И я посмотрел, что во всём этом деле, вообще, вот служение еврейскому народу, есть что-то очень важное. Я не мог это сформулировать, потому что не хватало знаний, не хватало опыта. Но я почувствовал, что там есть Бог живой, что это не какое-то еретическое течение, какое-то движение, с которого надо быстро выйти и ноги отрусить, чтобы оно ничего не прилепилось. Более того, я вам скажу, когда я попал первый раз на мессианский ретрит, я был ещё больше удивлён, потому что я пережил особое впечатление такое вот от встречи с Богом у меня было. Я понял, что здесь не просто Бог есть, Он очень сильно действует в этой среде. И даже одно это уже достойно того, чтобы прийти сюда. Понимаете, да? То есть, как бы опустим служение еврейскому народу, это как бы такой, знаете, как бы приятный довесок, возможно, да? Но то, что здесь есть живой Бог, это уже причина здесь находиться. Но это вот так вот я переживал. И начав вовлекаться во всё то, что происходило, я понимал остро, что на самом деле у меня есть целый ряд вопросов, которые по-прежнему открыты. И знаете что, когда я общался с другими, вот такими же, как я, ребятами, я понял, что и у них есть. Но как-то было не очень так, знаете, ну как бы говорить о том, что у тебя есть вопросы. Лучше было делать вид, что ты всё знаешь. Знаете, написано в Писании, что и глупый человек, если он молчит, он может показаться мудрым. Правда? Главное сделать правильное лицо. Как бы, важно ли служить еврейскому народу? Вы что спрашиваете? Конечно, важно. Правда? Ну, то есть, как бы, на этом обычно разговор заканчивался. Потому что, если говорили, а почему важно служить евре, или что Бог имеет для еврейского народа, мы можем сразу отослать каким-то проповедям, каких-то правилам. А ты почитай, например, Дона Финта, он там в книжке «Вот мой народ», он всё сказал. Или там прочитай Грубера, например, там, да, «Тора и мой народ». Ну, как бы, вот и всё. И ты сразу отсылаешь человека, как бы, к специалисту, и пускай он там себе разбирается. Или говоришь, а ты запишись в нашу мессианскую школу, а там вот тебя научат. Но правда, на самом деле, я с вами сейчас делюсь сокровенными вещами, правда, на самом деле, в том, что ты-то не разобрался. Правда? И в своей жизни я столкнулся вот с таким, с такой точкой, что мне надо было разбираться в этом. Надо было идти в неудобные места, в места, где есть такой тонкий лёд. Знаете, когда вроде бы ты всё понимаешь, но надо очень аккуратно двигаться, потому что ты на самом деле не знаешь, что будет дальше. Твои выводы, твои какие-то суждения о служении, ты не знаешь, что будет происходить дальше. И вы знаете, друзья, я подозреваю, что я не единственный здесь, в этом месте, кто ещё не до конца во всём разобрался. Я думаю, что так, давайте мы сделаем вид, что мы все всё знаем, но я подозреваю, что всё же я не единственный человек, кто имеет вопросы к еврейскому служению, к служению еврейскому народу. Правда? И я хочу вам сказать, не бойтесь, не бойтесь, пробуйте исследовать какие-то сложные моменты. Вот просто пробуйте задавать смелые вопросы, ищите на них ответа. Я не призываю вас к каким-то революциям, но я призываю вас не делать вид, что всё окей. Лучше попробовать сделать вид, что вы чего-то не знаете, и попробовать в этом разобраться. В конце концов, мы же не пришли сюда притворяться, правда? Когда человек имеет основание в Писании для служения, он служит совершенно по-другому, чем человек, который научился просто правильным словам, типа «Бог любит евреям», «У Бога есть особый план для еврейского народа» и всё. Ну вот извиняюсь я, а какой план есть у Бога для еврейского народа? А? Да, вот как-то так я не слышу сильно. Тут пару человек что-то сказала. А священство, а священство. С этим священством вообще столько вопросов. Храма вроде нет, какие-то священники, какие-то друзья. Понимаете? Вот так я отвечал. Ну вот честно, вот так. Священство, особый народ избранный, Бог с ними не закончил. Вы отвечали так? Да. Вы понимали, что вы говорите во всём этом? Понимали, понимали. Я верю, что понимали. Итак, посему. Я понимаю, что нам надо учиться, и мы будем сегодня учиться. И я хочу сегодня поговорить о Божьих целях для Израиля. Что конкретно вообще Бог имеет для еврейского народа? Какие цели Он ставит перед этим народом? Прежде всего, очень важно понимать, что сам по себе народ как народ — это обычный народ. Друзья, было много народов на земле, разные нации жили. Бог посмотрел на все эти нации, и Он выбрал один народ. И не потому, что Он самый умный, не потому, что самый большой, самый крепкий, самый образованный, или у них какое-то особое ДНК. Бог просто посмотрел и сказал, «Моя суверенная воля является в том, что Я беру вот этот народ, и Я хочу использовать его для конкретных целей». И я вам расскажу, о каких целях идёт речь. Смотрите, в Таразаконии, 7 глава, 6 стих, Моисей говорит так. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Тебя избрал Бог, чтобы ты был собственным народом, ибо ты народ святой у Господа». Слово «святой» имеет очень интересное значение. «Кадош». Мы так говорим, ты святой Господь, народ святой. О чём, собственно говоря, идёт речь, когда мы говорим о понятии «святой». «Святой» — это, можете поставить знак «равно», «отделённый». Я уже несколько раз приводил этот пример. Например, если вы мастер, и у вас есть, например, инструменты в вашем гараже. Правильно? У каждого мужчины должен быть гараж. Есть такой стереотип. И там должны быть инструменты. Или, допустим, вы кухарка, и вы любите очень готовить, и у вас тоже на кухне есть разные инструменты. Но, но, очень важный момент. У каждой кухарки есть любимый ножик. Да, точно сказала эта сторона. Правда? Или любимая кастрюлька. Правда? Да, сказала Роза. Любимая кастрюлька. Можно сковородочка. У Вити сковородочка, у Розы кастрюлечка. Ну, у каждой кастрюлечки должна быть своя сковородочка. Правда? И крышечка. Крышечка сегодня ваша выступала очень хорошо. Итак, смотрите. Можно говорить о том, что эти вещи на самом деле отделены от всех остальных вещей. Правда? Любимый молоток, любимые плоскогубцы. Даже если не совсем удобно что-то сделать, вот как бы мы все равно берем любимый инструмент. Мы чаще всего к нему обращаемся. Может быть, ведь согласитесь, может быть, что любимый ножик, любимая кастрюлька, любимая сковородочка не самые красивые. Правда? Не самые дорогие, не самые какие-то большие, маленькие, но они самые удобные. Правда? Они максимально соответствуют тем целям, которые вы ставите на кухне или у себя в гаражике. Ну, так оно завелось. Поэтому эти вещи, они отделены для какого-то дела. Они отделены среди остальных таких же хороших, может быть, инструментов или приспособлений. Точно так же это похоже, например, на женитьбу. Вот встречаются двое, вот живет себе, живет и не тужит, хорошо поживает молодой человек. Входит он в взрослый возраст, относительно взрослый, да? И он думает, пора бы мне жениться. А он смотрит на девушек. И много девушек хороших, как говорится в известной песне, да? И много ласковых имен, но он выбирает одну из них. Скажите, она самая красивая? Относительно. Правда? Потому что для него она может быть красивой. Он приходит и говорит, здравствуй, мама, знакомься, это Изольда. И мама такая, ну она, кто-то упал там, я слышал. Это упала мама. Упала мама. Кто-то явно представил это, да? Я не знаю, какая это Изольда, да? Но для него она самая красивая. И, может быть, у нее усы, может быть, у нее монобровь, мы не знаем. Но он говорит, вот это красавица. А? Не знаю, я не знаю. То есть, ну суть-то в чем, смотрите. Было много красивых девушек, да? Но он выбрал самую красивую для него. И дети у них потом будут самые красивые. Они говорят, уй-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. А ты просто смотришь на них, говоришь, да, милые. Понимаете суть, да? То есть, Бог, Он посмотрел на разные народы. Но Он увидел один народ. Хороший ли Он? Для Него, да. Идеальный ли Он? Да, Господи, Боже мой. Конечно, нет. Правда? Так же, как и нет идеальных женихов, нет идеальных людей, нет идеальных инструментов. Потому что все они, ну, извините, молотком мы же не все можем сделать. Правда? Есть такие задания, которые невозможно просто молотком сделать, либо это будет просто ужасно. Ну, понимаете, да? Но Он идеален для какой-то конкретной цели, для какого-то предназначения. Точно так же с еврейским народом. Бог Его избрал и есть цели. И смотрите. Давид говорит о еврейском народе. Так. Второе царь, седьмая глава, 23-24 стихи. «И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное перед народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собою народ свой». Интересное слово. «И ты укрепил за собою народ свой, твой, Израиля, как собственный народ навеки. И ты, Господи, сделался его Богом». Важный момент. «Ты закрепил, укрепил его за собой, как свой народ навеки». Друзья, вот это вот очень важный момент. То есть Бог, выбирая народы из народов, Он выбрал один, и Он сказал «на веки». Это если что, вот, кстати, вот всяким антисемитам и людям, которые проповедуют теологию замыщения, можете показать это местописание, есть еще целый ряд подобных мест, где говорится о том, что Божий выбор Израиля для своей какой-то цели, он произошел, он уже свершился, и этот выбор простирается навеки. Бог сказал «вот этот мой, все, не трогайте его». Итак, что является вообще причиной, что является основанием таких отношений, с какого перепугу, как говорится? Почему вот именно еврейский народ? На самом деле и этому Писание нас учит, потому что написано, что Бог это сделал из-за того, что Он пообещал определенным людям, что это произойдет. А именно, Он пообещал патриархам Аврааму, Исааку и Якову. Он, когда объявил себя им, а тогда народа еще как народа, так как такового не существовало, Он сказал, что ваши потомки, я с ними буду иметь такие отношения. То есть они стали теми первыми, с которыми Бог вошел в завет, который мы знаем как завет Авраама. И это был безусловный завет, там не было каких-то больших условий или чего-то такого. Он явил себя. Вообще Авраам спал, когда все это происходило, когда были животные разрезаны, и появилась шехина Божия, и Бог заключал с ними завет. Но, как бы, суть, смотрите. Второзаконие, 4 глава, 37-38 стих говорит так. «И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силой своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно». Видите, да? Смотрите, Он возлюбил отцов, и поэтому Он действует с вами, с народом еврейским. И есть какая-то цель, да? Он говорит о том, чтобы дать тебе землю их, тех народов, которых Он прогонит, как это и видно. То есть мы видим здесь элемент земли. Бог говорит о, между прочим, конкретной земле. Не о каком-то где-то там, а о конкретной земле, о которой можно походить, которую можно осмотреть. И вы помните, когда Авраам жил, он же жил не в каком-то духовном царстве, правда? Он жил в земле, которую Бог ему пообещал. И он говорил, странствуй по ней. И Авраам странствовал. Он даже не воспользовался всеми преимуществами как хозяин. То есть он же не ходил там и говорил, что вы здесь стоите? А ну, идите отсюда, Бог мне пообещал эту землю, да? Он просто ходил туда, ходил сюда, и Бог его благословлял. Ну и слава Богу, такой был для него момент. Итак, смотрите, Бог, имея отношения с конкретными людьми, с патриархами, Он переносит эти отношения на физических, очень важный момент, потомков этих людей. Он переносит эти отношения на физических потомков этих людей. То есть Авраама, Исаака и Якова. И здесь мы приходим к конкретным целям, которые Бог ставит для еврейского народа. Которые Бог имеет, предназначение, цель, какая-то задача, которую Он хочет свершить через еврейский народ. То есть иными словами, мы сейчас можем прочитать в каком-то смысле инструкцию. Вот есть инструмент, называется он «Еврейский народ». Для чего он существует и что Бог хочет сделать, и что происходит. Итак, Исаия, 43 глава 6-7 стих говорит так. «Северу, скажу, отдай и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». И дальше, 21 стих 43 главы. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Очень важный момент. Смотрите, Бог желает прославиться через еврейский народ. Показать свое влияние на мир через этот народ. Они являются его славой. Что такое слава? Это очень хитрый предмет. Допустим, смотрите, когда мы их смотрим в Писании, мы читаем о славе разных людей. Например, мы читаем, что Моисей, когда он сошел с горы, написано, что Божья слава, она сияла через него настолько сильно, что ему приходилось лицо закрывать. Также мы читаем, например, такой интересный момент, ремарку такую. Иосиф, когда он вошел в пик своего благословения, помните, что с ним происходило? Он был достаточно богатым человеком. Правда? Я бы сказал на тот момент, отвратительно богатым. И он скупил все, что можно скупить. Все, что движется и не движется. Очень богато. И написано, что слава о Иосифе, она распространилась по всем народам. Вот улавливайте вот эту суть. То есть, что стояло за этой славой? За этой славой стояла известность, стояло определенное могущество, определенное величие и влияние на мир. Правда? То есть, Иосиф был человек непростым. Точно так же, как, например, мы можем говорить, что слава, например, об Александре Великом, она там сияла в какое-то время. Слава о каком-то там, допустим, Соломоне, например. То есть, Соломон, слава Соломона. Что это такое? О чем мы говорим? Тоже отвратительно богатый человек. Правда? Серебро сделал, как пыль. То есть, построил, настроил. И вообще тогда слава Израиля сияла на весь мир. Правда? Потому что израильтяне, они не работали, они управляли. Написано там было. То есть, определенный уровень. Еврейский народ был создан Богом для того, чтобы являть Божью славу на этот мир. Для того, чтобы они являлись этой славой. Иными словами, когда люди смотрели на еврейский народ, они должны были видеть Бога этого народа. Они должны были быть тем внешним, как бы, скажем так, внешней демонстрацией того, кем является Господь. Какие его качества, кто он по характеру, как он относится к людям, какие цели он ставит для человечества. Это очень важная цель на самом деле. И очень непростая. И когда Бог ставит такую цель, прославиться через еврейский народ, Он дает им закон через Моисея, Синайский закон, и Он объясняет вообще правила того, как нужно сиять, как нужно распространять Божью славу, Божье благоухание среди народа. И Он говорит, если ты будешь слушаться заповедей, то твоя жизнь, она будет выглядеть вот таким образом. И Он описывает как раз жизнь полную преуспевания. Правда? Не будешь болеть, у тебя ты будешь головой, а не хвостом, будешь всем давать в долг, никогда не будешь там брать, стада у тебя будут, все будут здоровы. Ну, просто прекрасный момент. Правда? То есть это дает славу Божью. И также Он описывает то, что произойдет за непослушание. И мы помним это, да? Вещи, честно говоря, очень страшные. Очень страшные. Он говорит, что люди из других народов, они будут настолько потрясены наказанием, что они будут просто, видя тебя, говорить, да Господи Боже мой, что же это за Бог у них такой, что они получают такое наказание. И в том и в том случае вопрос окружающих народов будет направлен на то, кем является Бог для еврейского народа. В соответствии с их поведением они получали либо большое благословение, либо они сталкивались с последствием своего непослушания, получая огромные проклятия, терпя и переживая, ну там, честно говоря, вот ужасы Холокоста, они где-то в сторонке стоят по сравнению с тем, что там происходит, вообще о чем Бог говорил, да? И будет и безумие, и будет и то, и то, и то. И люди смотрели, говорили, за что этим бедным евреям такое? И можно было ответить, потому что отступили от заповедей Божьей. Но при всем этом Бог говорит, что либо в периоды благословения, либо в периоды проклятий, я не оставлю тебя, еврейский народ. Ты будешь моим инструментом, и я буду пользоваться тобой как инструментом в соответствии с твоим поведением. Я все равно буду, твоя жизнь, она будет приносить славу мне, и я тебя никогда не оставлю. Более того, Бог говорит, в будущем я приведу тебя в ту точку, где ты будешь сиять, а не будешь в посрамлении, а не будешь в проклятии. Я приведу тебя в ту точку, где ты будешь прославлять Бога через, скажем так, преуспевание, через благословение, через того, что ты ходишь близко с Богом, соблюдая Его заповеди. Но это будет в будущем. Мы сегодня об этом еще поговорим. Понимаете суть, да? То есть Израиль, целью Израиля является демонстрация характера Бога для всего мира. Демонстрация личности Бога для всех народов, которые находятся во всем мире. И второзаконие 28 глава, 10 стих говорит, «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Увидят все народы, что имя Божье нарицается на тебе и будут бояться. Почему? Потому что они будут понимать, это не простой народ, у них есть очень особенный Господь, и очень большие сложности будут у тех людей, которые будут ссориться с этим Богом. Итак, послание, которое Бог распространяет через еврейский народ, звучит следующим образом. «Я обязательно благословлю тех, кто ходит в послушании со мной, и я обязательно приведу к наказанию тех, кто не послушен мне». Это основное послание, которое Бог дает к народам, к миру через еврейский народ. Посмотри и скажи, что происходит с ним. Сейчас мы видим, допустим, моменты, когда есть отступление. Мы видим, что сейчас еврейский народ терпит определенные тесноты, и что-то происходит. С другой стороны, мы видим определенные благословения. То есть это является примером для нас. Очень важно также понимать, что когда Бог говорит с Авраамом, Исааком и Яковом о конкретной земле, Он говорит о конкретной территории, которая находится в очень уникальном месте. Она находится на соединении фактически трех континентов, фактически трех областей мира, скажем так, между Африкой, Азией и Европой. В древние времена, если бы вы хотели заниматься торговлей, а, конечно же, все хотели заниматься, вы, например, хотели бы привезти товар с Европы или из Азии, например, в Африку, куда вам нужно было бы пройти? Конечно же, через Израиль. То есть там находился еврейский народ. И вот представьте, идете вы с этим караваном, и вы видите благословение у этого народа. Вы говорите, да что же это такое? Что это за народ? Говорят, еврейский народ. А почему у них так все классно? Потому что они слушают Яхве, потому что они слушают Господу. И тут вы пошли в Африку, через 10 лет вы возвращаетесь обратно, ну так люди ходили тогда, да? Вы смотрите, капец полный. Вот здесь был город, я шел в прошлый раз, нету города, просто поле солью засыпано. Что случилось? Отступил еврейский народ, Бог их наказал, и ты приходишь в свои страны и говоришь, я такое видел, вы не представляете. Вот у нас, конечно, есть боги, они там деревянные, всякие такие, да, они, возможно, сильные, но еврейский бог — это что-то особое. Я шел туда, они были в благословении, я шел обратно, даже страны, даже вообще никого нету живого. Тернии, волчи, всех в плен увели, все что-то, понимаете, да, в чем суть? То есть еврейская земля, земля обетованная, так называемая, она была избрана Богом с определенной целью. Также влиять на мнение окружающих народов, также быть тем посланием, которое Бог передает всему миру. Оно звучит очень просто. Те, кто послушен моим заповедям, получат большое благословение, невероятное благословение. Те же, кто будет противиться Божьему слову, Божьему плану, Божьему порядку, Божьим заповедям, получат большое поражение, большое, огромное поражение, хотя милость по-прежнему останется для спасения, как головни из огня. Это одна из самых важных целей для еврейского народа — являть собой своей жизнью, своими поступками Господа. Вы знаете, если мы посмотрим на жизнь пророков, мы увидим примерно тот же самый принцип. Мы иногда, когда думаем о пророческом служении, мы думаем, что это очень прикольно. Ты приходишь вот так вот в общину, и ты там, короче, махнул туда, махнул сюда, назови своё имя, я скажу, кто ты. И вот это вот, послушайте. Вот если посмотреть реально на библейских пророков, выглядели они немножко не так. Я вообще недавно вот их всех перечитал, я был потрясён вообще. Вот как бы где-то в какой-то момент я просто даже, так вот знаете, как бы очень сильно загрустил. Почему? Потому что, смотрите, Бог, вот, например, возьмём, если я не ошибаюсь, из Экииля, например, да? Человек проповедует во время того, что вот как бы вавилонский плен, вот должно всё происходить, и всё очень плохо, очень плохо. И он всячески собой, своей жизнью показывает, как плохо им будет вообще. Вот просто наглядное пособие, аппликация просто такая, знаете. Как это происходит? Вот представьте, Бог говорит, завтра умрёт человек, которого ты любишь, услада твоих очей сердца, умрёт, но ты не смей плакать. И на следующий день написано, умерла жена у него, да? И он не плачет. Все иудеи собрались, говорят, а чего ты не плачешь? Ты положен аж плакать, как бы, это ж нормально, это ж, на секундочку, это не чужой человек, тот, кого он любит, умирает. Понимаете, да, он говорит, так говорит Господь, вот вам слово, вы там будете наказываемы, но я не буду плакать о вас, потому что вы дороги моему сердцу, там, ну, я своими словами вам пересказываю, да? Но, тем не менее, ничего не происходит. Ну, как бы, вы не каетесь, поэтому вот имеете вот этот момент. Они сказали, ууу, круто. Ничего страшного, что человек умер. Ну, или там, например, ходи голый. На секундочку. Не тот образ пророка в нашей голове, правда? И вот ходит человек, себе спрашивает, ну что, дурной или что он ходит голый вот так, что глупый какой-то, безумный, да? Мы говорим, не, 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 это пророк. Это Божий пророк. У него есть послание, как он ходит, так и вы будете ходить, потому что вы отступили от Господа. Это демонстрация. Жёстко, конечно, жёстко. Привлекает внимание. О, да, привлекает внимание, правда? Ляжь на бок, пеки, больше года. Люди, вы только вдумайтесь, лежит человек на боку, больше года, на коровьем навозе готовит себе еду, и это послание. А можно я передам его по-другому как-то? А Бог говорит, нет. Он обращается к Оси и говорит, женись на блуднице. Это позор вообще, вы понимаете, о чём он говорит? Кто говорит? Бог говорит, женись. И дальше он называет чужих детей именами, которые несут послание для еврейского народа. Ты не мой народ, ты мой народ, как я отвергнул вот ту, так я приму того. Это всё живые люди, понимаете, да? То есть на самом деле Бог делает определённую работу вот таким образом. И Бог использует еврейский народ для демонстрации себя, для демонстрации своей природы, то, кем он является. Вот именно такими способами. Имеет ли он право? Знаете, что имеет? Нет, он как бы не обязан нам отчитываться о методах, способах и то, что происходит. И периодически он об этом напоминает. Он говорит, вы знаете, что глина, она в общем-то не рассказывает гончару, как её должны слепить и какой сосуд из неё должны сделать. Потому что каждый должен знать своё место. Я Бог великий, а вы моё творение. И Бог избирает еврейский народ и говорит, хочешь благословения, хочешь быть хорошим примером, вот тебе заповеди. А хочешь быть плохим примером, вот тебе нарушай их. Всё просто. И в том, и в том случае я буду прославлен. И в том, и в том случае я достигну свою цель. Только твоя жизнь будет выглядеть совершенно по-другому. Итак, с этим мы разобрались. Надеюсь, да? Итак, первая цель для еврейского народа – проявить Божью славу. Проявить Божью славу. Явить Божью славу. Вторая цель, которую он ставит для еврейского народа – это желание благословить весь окружающий мир. Через еврейский народ Бог желает благословить все остальные народы. И сегодня Валентин читал это место, Бытие 12 глава, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». «Я благословлю благословляющих и злословящих прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Эти благословения, они касаются самых разных аспектов. Обычно, когда мы говорим об этом месте Писания, мы говорим о чем или о ком? Мы говорим о Ишуа, правда? О том, что именно через то, что Бог произведет еврейского мессию в этом конкретном избранном народе, этот мессия, он умрет и воскреснет. И таким образом он даст возможность всем остальным людям всего мира, не только избранному народу, приходить в Божье присутствие. Аминь. Я абсолютно уверен, что это и подразумевается как часть этого благословения. Но я хочу вам сказать, что на самом деле благословения, которые проистекают через еврейский народ на весь мир, они значительно больше, и мы периодически с вами недооцениваем их. Мы иногда даже упрекаем евреев, что они самые умные, самые хитрые, самые-самые, самые-самые такие-сякие или какие-то такие вот непонятно сделанные, да? Но тем не менее, друзья, нужно понимать, например, что еврейский народ сохранил для всего мира такое понятие, как Слово Божье. У вас есть Библия вообще, да? Есть, конечно, есть. Так вот, ее бы не было, если бы не было еврейского народа. Они позаботились о том, чтобы Слово пришло к нам, о том, чтобы Слово, оно было сохранено, о том, чтобы описать эти взаимоотношения, чтобы оно вообще появилось как благословение. Мы сейчас, в некотором смысле, я сталкиваюсь вот с такими моментами, с христианскими церквями, которые говорят, Библия — это наша книга. Ну да, смотря что вы имеете в виду. Библия — это книга, которая пришла из еврейского народа, из еврейской культуры. В большинстве своем она была написана евреями, и она стала благословением для всего мира. Мы говорили о том, что одной из, ну, как бы, таких важных целей — это искупление, то есть через еврейский народ. Мы получили доступ к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся. Мы получили к прощению, мы получили вообще возможность примириться с Богом. Мы знакомимся вот вообще с природой Бога. Но также надо понимать, что еврейский народ, особенно сейчас, является благословением и в других направлениях, друзья. Очень даже в простых направлениях. Например, медицина. Правда? Хорошая медицина в Израиле. Вы где бы хотели лечиться? В Украине или в Израиле? Риторический вопрос, да? Оставим его без ответа. Например, сколько есть грамотных людей, нобелевских лауреатов, которые как раз из этого народа. Скажите, это благословение для всего мира? Мы же не думаем так, правда? Мы говорим, ох, они там такие хитро сделанные. На самом деле, это благословение, потому что те знания, которые Бог через них открывает, есть целый ряд, если вы исследуете, вы увидите, что есть целый ряд благословений, которые пришли через еврейский мир. В медицине, в строительстве, в науке, в сельском хозяйстве, в самых-самых-самых разных направлениях. Не только религиозных. Мы просто берем обычных людей. И это благословение. Я думаю, что это только начало всего того, что Бог желает открыть для всего мира через еврейский мир. Мы увидим намного больше. Даже если эти люди формально не будут верующими, не будут религиозными, но тем не менее, это даст нам благословение. Итак, вторая цель — благословить мир через еврейский народ. Как в вопросах духовных, так же и в материальной составляющей. Следующий момент, о котором я бы хотел сказать, он может быть немножко сложен для нашего восприятия, потому что я знаю, что о нем нет единого учения, но тем не менее, я хотел бы высказать свою точку зрения. И он относится к тем целям, которые Бог ставит для еврейского народа в будущем. Когда мы говорим вообще о месте Израиля в последние времена, мы стараемся особо обходить эту тему, правда? Потому что обычно отвечают таким образом, очень важное место, правда? А какое очень важное? Они будут... Ух! А что это значит? Читай Библию. Сложно ответить на этот вопрос, правда? Но тем не менее, он важен, потому что Бог держит его перед собой. Бог имеет достаточно много мест Писания, которые об этом говорят. Но для того, чтобы лучше понимать основную мысль, нам нужно немножко вернуть... Для того, чтобы понимать конец, нам нужно вернуться в начало. Начало я вкратце пробегу. Оно выглядит таким образом. С самого начала, то, что нам известно с бытие, Бог сотворил небо и землю, да? Но мы знаем, что Бог существовал до сотворения неба и земли. И существует какое-то место, где Он проявляет Себя как Царь. Мы Его называем Царство Небесное, мы называем Его Царство Божье, да? То есть мы знаем, что Он там находится. И Он правит. Бог сотворил два вида, скажем так, существ, да? Так, условно, очень условно. Он сотворил ангелов, те существа, которые Ему служат, и Он сотворил людей. Людей Он поселил на земле. Ангелы находятся вот в той невидимой части Его Царства, где Он является Царем. Так, по-простому говорим, да? Что происходит дальше? Ангелы служили Ему, служили, но был один самый такой, как бы, красивый из них, которого звали Люцифер, и Он решает, пора бы изменить порядок вещей. Надо Бога отодвинуть, а я стану на Его место. И Он начинает бунт против Бога, да? И, соответственно, естественно, проигрывает. И что происходит? Не свергнут. Сброшен на землю, ударился по дороге головой. Что-то произошло. И творит на земле проблемы. То, что мы знаем. Он пришел к людям, пришел конкретно к Адаму, пришел к Еве. И они, люди, будучи наместниками Бога на земле, они управляли всем видимым миром на тот момент. И Он обманом забирает эту власть у них, таким образом становясь, скажем так, князем этого мира. То есть Он управляет всеми процессами, которые происходят в этом мире. И решить это просто так не получалось. Нужен был кто-то, кто стал бы искупителем. Мы знаем, что Бог использует еврейский народ для того, чтобы через него привести этого особого, Мессию, который искупает своей смертью воскресением весь человеческий мир, становясь вторым Адамом. Все это, в общем-то, нам известно. Но мы видим вокруг нас, что несмотря на искупление, несмотря на то, что Бог свершил для нашего спасения, наш мир что-то хорошо не выглядит. Правда? Если честно, мы можем сказать так. Наш мир выглядит немножко больным. Я говорю обо всем. О природе, о том, как все устроено, о том, какие взаимоотношения имеют люди, о болезнях, о проклятиях, которые существуют. То есть мы видим, что идея искупления, она находится в определенном промежуточном периоде. Бог уже сделал очень много, но еще не закончил. И мы знаем, что в конце времен Божья работа будет закончена. И в этой работе одно из самых ключевых вообще мест будет занимать его, соответственно, избранный народ. Его любимый инструмент. Тот, который он использует для формирования этого мира, для передачи послания. Итак, мы читаем у пророков, и не только у пророков, целый ряд мест Писания, которые нам рассказывают о том, как именно это будет происходить, и какое место еврейский народ будет во всем этом занимать. какая цель для евреев в последние времена. Ключевыми местами у нас будет Захария, 12-й, 14-й главы. Мы будем читать выборочно, но давайте мы все же придем и попробуем сложить эту квартиру. Эээ, картину. Да, сложим эту квартиру. Придет такой момент, я думаю, что это произойдет после Великой Скорби, когда против еврейского народа соберутся все народы этого мира. То есть люди, в конце концов, захотят решить еврейский вопрос раз и навсегда. И давайте мы просмотрим эти места. Захария, 12-я глава, с 1-го под 3-й стих. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри Него, говорит, «Вот я сделаю Иерусалим чашую иступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надормут себя, а соберутся против него все народы земли». Видите, да? То есть не будет такого царства, которое бы не собралось. Если сейчас еврейский народ, например, поддерживаем целым рядом каких-то таких государств, которые очень, знаете, как бы произраильские, то мы видим здесь, что эта поддержка закончится, потому что соберутся все народы. Не сказано, что некоторые, да? То есть на самом деле это будет страшный момент для Израиля, когда все придут и скажут, «А теперь мы вас будем бить. Вот как бы хватит, все вот просто вот до ручки дошло». Откровение 16 глава 12-16 стих говорит об этом же событии. В принципе, оно будет известно как событие Армагеддона, то есть то, что будет происходить на тот момент. Очень много армий будет, очень много людей. Итак, и на самом деле нельзя будет сказать, что еврейский народ сможет усиленно так и, знаете, браво защититься, потому что Захария 13 глава 8 стих говорит, «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». То есть две трети популяции еврейского народа будет истреблено. Вы представляете, насколько сильное поражение? Ну, в общем-то, это предсказуемо, если говорить о том, что все народы собрались, правда? То есть каждый по разу выстрелил, и уже вот что-то произошло. И дальше, смотрите, 14 глава Захарии, 2 стих говорит, «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». То есть те, которые останутся, вот эта одна третья часть, они будут загнаны как бы в такое место, куда уже бежать некуда, направляться некуда. Они просто будут уже вот как бы полностью, вот все, некуда даже попросить помощи, послать гонца, чтобы там, знаете, где-то помог какой-то ракетой. Ничего такого не будет. Все будут, ну, притеснены. И когда еврейский народ осознает это, когда они осознают, что на самом деле уже некуда бежать и нечего делать, их сердце вспомнит о том, что есть Бог Всевышний, есть Бог, который имеет для них цель, имеет взаимоотношения, и в завете с которым они могут находиться. И Захарий 13 глава 10 стих говорит так. «И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь Бог мой». В этот момент невероятного поражения, в этот момент невероятного давления сердца еврейского народа смирятся, сокрушатся, и люди обратятся к Богу Всевышнему, и Бог обратится в их сторону и скажет, «Это мой народ, я вас услышал, я выхожу вам навстречу для того, чтобы помочь вам, для того, чтобы спасти вас». То есть весь тот остаток, который будет маленьким по сравнению с той частью, которая погибнет, они обратятся к Богу и возопьют к нему. И написано, 12 глава, 8-10 стих Захарии, «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид, а дом Давида будет, как Бог, как ангел Господь перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят об первенце». Видите, да? То есть Бог в тот день начнет активно проявлять себя. Иешуа придет на землю, его ноги стопят на гору Илеонскую, он свяжет сатану, он даст победу Израилю, он накажет всех тех народов, все те армии, которые выступали против еврейского народа, он войдет в святой город Иерусалим, это будет еврейский город, друзья. И как бы там сейчас что-то там не писали о том, что знаете, кто там принял эту резолюцию о том, что евреи там ничего не имели общего с храмовой горой ЮНЕСКО, да, по-моему, да? Ну, как бы, Бог не будет обращать на их резолюции внимание. Он просто придет и скажет, вот мое место, вот мой храм, я здесь сяду, и я буду здесь находиться. То есть будет… Еще раз, речь идет о физическом городе, о физическом народе, о физической земле, и тех событиях, которые будут происходить на этой земле. Наступит тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство, которое полностью изменит вообще распорядок того, как устроен этот мир. Люди перестанут воевать. Люди разучатся воевать. Они не будут уметь воевать. Написано, что они перекуют мечи на орала. Они просто не будут знать, как это делается. Никто двери не будет закрывать, потому что там будет находиться в одном месте Господь Ишуа, и можно будет прийти и поклониться Ему. Что и будет происходить. Смотрите, через эти события Бог явит Себя в истории. Он покажет Себя, как великого Господа, конкретного народа, как властелина вообще всей земли. Поставил все народы на свое место, преклонив их колени перед Собою. Почему, в общем-то, важен еврейский народ, друзья? Потому что Бог показывает нам, что в будущем еврейский народ станет духовным предводителем для всех остальных народов. Это будет то место, и это является то место, которое зарезервировано конкретно для еврейского народа. Это будет спасенный остаток, который будет верно служить Богу, поклоняться Ешуа, как своему Мессии. Мы знаем, что Бог не уничтожит на тот момент Люцифера, Он спрячет его в темницу, и через тысячу лет, когда он будет выпущен на малое время, и там написано, что после этого будет полное уничтожение, и там будет суд Белого Престола, то есть события достаточно масштабные. Тем не менее, смотрите, что мы можем увидеть у Исаии, 2 главе, 1-4 стихе. Слово, которое было в видении Кисаю, сына Амосову, о Иудее Иерусалиме. И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут, многие народы, и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не подымет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Вы видите, да? Центр мира будет Иерусалим, где будет находиться Всевышний Бог, где будет находиться Ишуа. И народы будут стекаться в это место для того, чтобы научиться, как служить Ему. Потому что они не знают этого. Если они восстали против Божьего народа, если они восстали против Божьего Слова, то они будут учиться теперь этому. И мы видим, что народы сохраняются. Народы сохраняются. Еврейский народ живет в своей земле, остальные народы живут в другой земле. Поэтому, когда мы говорим о таком понятии, как духовный Израиль, друзья, мы не видим такого понятия в Писании. Есть Израиль, это физические потомки определенных людей. Есть другие народы, они живут в своих границах, те, которые Бог им определил. У них есть конкретный план и Божьи цели. Но в вечности мы видим, что они могут приходить для того, чтобы поклониться Богу. И смотрите, Исаия 61 глава 5-6 стих говорит, «И придут иноземцы и будут пасти стада вашей, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога вашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Видите, как интересно, да? Что вы будете называться, то есть есть народы, и это чётко разделено. Видите, да? Они будут приходить и служить вам. Они будут… Это не значит, что такое состояние, когда вот я на коне, короче, я сейчас здесь всем миром рулю. Не в этом суть. Не в этом суть. Когда священники были во время служения в Завете Моисея, то люди же не поклонялись священникам, как каким-то там, знаете, суперлюдям, они просто имели свои цели. То же самое, когда мы говорим о еврейском народе. Они будут объяснять другим народам, что значит иметь правильные взаимоотношения с Господом, как нужно служить Ему, как нужно Ему поклоняться. И смотрите, Захария 8 глава 20-23 стих говорит, «Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа». И каждый скажет, пойду и я. О чем говорится? Вы помните те праздники, во время которых весь еврейский народ приходил в присутствие Божие? Помните, да? То есть они собирались три раза в год и приходили для того, чтобы поклониться. Но здесь интересно, смотрите, будут приходить народы и жители многих городов. То есть это будут люди, которые не принадлежат к еврейскому народу. И дальше 22 стих. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Видите, да? То есть на тот момент, когда мы читаем о законах, которые обязывали еврейский народ приходить на поклонение мужчин, мы помним, что в определенные моменты нужно было с собой взять еще несколько категорий людей. Нужно было взять с собой пришельцев. Помните, да? То есть это категория людей, которая поселилась на еврейской земле, но они не были евреями. То есть если они хотят поклониться, то есть это те, кто приняли еврейскую веру, те, кто приняли Бога, то есть они прошли геры, так скажем, да, они могли приходить в присутствие Божия с определенными там моментами, но тем не менее точно так же приходили бедные, вдовы, сироты, левита нужно было взять. То есть был момент, когда ты брал определенную категорию людей еврей и приводил их для того, чтобы они могли поклониться Господу и прославить Бога Всевышнего. Мы видим, что это будет происходить. И теми людьми, которые будут приводить другие народы для поклонения Ишуа в Иерусалим, будут евреи. Потому что Бог изменит их сердце с поражения, с той притчей, которую мы слышим о них. Они такие, они сякие, они там вот то сделали, вот такие, они там весь мир, там страшные люди. Бог сделает их славою своей, так как Он и задумал это с самого начала. Их сердца будут всецело обращены к Нему и весь известный мир изменится на тот момент. Когда это произойдет? Возможно, не скоро, я не знаю, но я знаю точно. Еврейский народ будет важной составляющей. Еврейский народ имеет Божью цель, для того, чтобы свершить все эти важные шаги. В конечном итоге, чтобы весь мир Он обратил свои сердца к Богу Всевышнему. Для того, чтобы Царство Божье было как на небе, так и на земле. Чтобы Его воля была как на небе, так и на земле. Чтобы Он, как Царь, был над всем и все преклонялись перед Ним. Чтобы всякое колено переклонилось перед Ним, перед тем, кто был, есть и будет. Поэтому, друзья, еврейское служение — это очень важное служение на самом деле. И стоит разбираться в этом более подробно. Когда мы говорим о мессианском служении, это начатки фактически того великого, что произойдет в будущем. Мы уже сегодня можем быть теми посредниками, которые помогают еврейскому народу вернуться к своему Творцу, вернуться к своему Создателю. И помогая им вернуться в будущем, они помогут миллионам неевреев всему миру также примириться с Богом Всевышним. Поэтому это хорошая цель. Бог не оставляет еврейский народ, никогда не оставит. Бог имеет для них план. Мы только лишь прикоснулись с вами, вот мы не имеем возможности рассмотреть все этапы всего того, что будет происходить, скорбей, великой скорби второго пришествия, воскрешения, суда там и так далее. В этом тоже нужно разбираться, не нужно бояться этих вещей, нужно вникать с Божьей помощью мы сможем в это как бы войти. Итак, посему то, чему мы сегодня научились. Божья цель для еврейского народа явить себя, явить свою славу как в добрые моменты, так и в худые моменты. Стать примером того, что Бог происходит как благословение, что Бог сделает как благословение тем, кто послушен Ему, и что Бог произведет с этим миром, если человек не будет послушен Ему. Бог имеет цель через еврейский народ благословить нас через Искупителя, через Ишуа, что Он уже и сделал. Он благословил через еврейский народ нас словом и благословил множество другими вещами, которые являются радостью и поддержкой для всего мира, а также в будущем мы видим, что Бог благословит все народы через служение евреев своему Мессии, своему Богу для окружающих, для всего мира. Запомните хотя бы это. Этого уже более чем достаточно для того, чтобы радоваться, благословлять, для того, чтобы служить. Но я вас призываю исследовать это больше и призываю больше углубляться. Пусть вас Бог в этом благословит. Давайте мы сейчас встанем и вот просто надо обязательно помолиться за еврейский народ. Правда? Я тоже так думаю. Субтитры создавал DimaTorzok